МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автошкола – классический вариант малого бизнеса в сфере образования. Спрос на качественные услуги подготовки водителей повышается, и это рождает новые предложения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последние годы правила подготовки водителей претерпели кардинальные перемены. По регламенту ГИБДД для сдачи экзаменов на автодроме необходимо преодолеть эстакаду и змейку, войти в крутой поворот под 90 градусов, заехать и выехать из условного бокса, припарковаться. Шумерлинские предприниматели оборудовали свой полигон для машин. Специализированная площадка приносит прибыль. Здесь практикуются ученики автошкол со многих муниципалитетов. На данной площадке проводятся экзаменами сотрудниками ГИБДД по приему на право вождения. На территории своих автошкол они учатся, своих автодромов. А здесь у нас районы разные. Это Красночитайский, Шумерлинский, Ядринский районы. Здесь дают экзамены на этой площадке. Мы выполнили все необходимые условия и требования. Необходимые площадя, покрытия, разметка, эстакады, чтобы были. Это семейный бизнес. Своё дело супруги Щербаковы начинали с открытия небольшой станции по техническому осмотру машин. Сейчас это универсальный комплекс. Здесь ремонтируют и грузовые фуры, и автобусы. По закону перевозчики должны обслуживаться только у сертифицированных СТО. Спрос на услуги предпринимателей большой. Субъектам малого бизнеса передали и полномочия по выдаче автономеров. Процедуру изготовления знаков строго регламентируют правила МВД. Предпринимателям было необходимо приобрести специальный пресс для металла. Так. Я благодарю. Спасибо. Обращайтесь. Похож, что в один в один. Ведётся учёт, то есть изготовление, значит, по регистрационным, по свидетельству о регистрации автомобиля, журнал учёта мы ведём. То есть каждый номер проходит свой учёт. Установили, значит, охрану мы на помещение, укрепили железные двери, то есть это спецпродукция, да, все требования выполнили. После этого нам выдали разрешение изготовления. Автолюбители могли бы обслуживаться в одном окне, то есть даже в условиях СТО могли изготавливать номерные знаки. Кроме кузовного ремонта мы всё на своём СТО можем делать и проводим. Своё дело бизнесмены развивают за счёт микрозаймов. Предприниматели уже не первый год обращаются за кредитами в региональный филиал АПМБ. В 2010 году, когда изменилось законодательство по проведению технического осмотра, мы при Российском союзе автосредоточников аккредитовались, получили грант на 1 миллион рублей по приобретению тормозного стенда. В 2012 году мы начали проводить технический осмотр транспортных средств всех категорий. Параллельно сразу же начали производить ремонты и обслуживание грузовых автомобилей по установке тахографии. И, соответственно, сейчас развиваем направление деятельности и автомойка, и изготовление регистрационных номеров. При поддержке АПМБ мы уже за последние 6 лет взяли 4 кредита. Очень низкая процентная ставка, очень удобно с ними работать. Основной доход, да, вот ремонт автомобилей, легковых, автобусов, с бюджетом работаем, с частными лицами. Загруженность у нас порядка 70%. Вот делали аналитику. То есть это для СТО очень хороший показатель. Учитывая, что где-то в месяц проходят от 300 регистрации машин здесь, в ГАИ, вот, считай, половина у них получат номера. Мы с ними начали работать с 2013 года. Они первые к нам обратились за кредитом, выкупили это здание. И нужны были денежные слова на проведение ремонта. Максимальная ставка агентства поддержки малого и среднего бизнеса достигает 10,5%. Минимальная – 3%. Все зависит от того, по какой программе предприниматели обращаются за кредитами. Предприниматель начал получать микрозаемы на развитие. Очень хорошо получают производство. Тем более у нас сейчас для производственников есть свои льготные условия, кредитование, увеличили сумму, ставка льготная для них. И хочу еще отметить, что у нас женское предпринимательство тоже очень хорошо начало развиваться. Сейчас, если посмотреть по выдаче, по приему документов, 90% сейчас у нас и на сегодняшний день – это женщины. Мы принимаем документы, это Аликска МФЦ, в том числе, сюда они присылают, с нашим МФЦ работаем. Помощь очень даже существенная. Именно по линии МФЦ, мне что нравится, это Аликска Куст, очень хорошо, они очень хорошо работают и документы хорошо готовят. Спрос на микрозаймы для бизнеса растет. Задача правительства региона – создавать комфортный деловой климат. Особенно это важно для городов со статусом ОМОНа и тех, кто может на него претендовать. Два индустриальных парка в городе Чапоксары. Город Небучерксарск по новой может претендовать как территорию, поддерживая социально-экономическое развитие. Первые пять лет там налог на прибыль 5% вместо 20%. Отчисление от фонда заработной платы в 4 раза меньше. Это 7%. Это очень льготные условия. Поэтому резиденты идут. Касаясь делового климата, инвестиционного климата, национального рейтинга, в последние 5 лет мы практически в десятке лучших регионов Российской Федерации были. По этому году 11 место. Об этом говорил Путин на международном инвестиционном форуме, который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге. И наша задача удержать. Это оценивают не органы власти, это оценивают сами предприниматели. Плюс общественные организации. Деловая Россия, Опору России, РСППП. Развитие малого и среднего бизнеса теперь и задача национального проекта. Предпринимательский потенциал региона огромен. Сейчас субъекты МСП обеспечивают рабочими местами более 300 тысяч человек, принося в республиканский бюджет свыше 40% налогов. Это залог стабильного экономического роста.